Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Как прошла ваша неделя? Думали ли вы о нашей прошлой передаче, о звонках, которые были у нас в студии? Неделя прошла бодро. Конечно, о звонках я думал. Это важный момент для нас, мы уже об этом говорили. Один из вопросов мы не смогли озвучить, потому что время нашей передачи подходило к концу. Ну вот мы сейчас с вами говорили, вот так сразу, да, с места в карьеру. Мы говорили о звонке, о последнем звонке, последнем в той передаче, да, звонила Ирина Николаевна нам. Вот. И, насколько я помню, вот какой-то контекст ее вопроса был такой. Вы психотерапевт? Вот, ну, сразу дайте что-то, какой-то совет, что-то такое. Какую-то технологию, как справиться с психосоматикой, чтобы после определенных переживаний не болело что-то где-то в теле. Что-то где-то, чтобы не болело. Вот. Вот. И я по, наверное, своей привычке не увлекся сразу с места в карьер, хотя такое очень часто предлагается. Давайте сразу поработаем, да? Давайте сразу мне как-то помогите. Нет, подождите, давайте определимся в формате и так далее. А что я хотел бы по поводу Ирины Николаевны? Ну, то есть какие, на какие мысли меня это натолкнуло? Я вот сейчас хочу с телезрителями с вами поделиться. А вы набирайте телефон, звоните. Я думаю, что мы продолжим разговор. Да, напомню, телефон в студии 202-11-22. У нас прямой эфир. Вы можете звонить, присоединяясь к теме нашего разговора или задавать свои вопросы, которые волнуют только вас. Ну да, в этом смысле мы делаем такое открытое пространство, открытую студию. Так вот, что касается вопроса Ирины Николаевны и вот какого-то вообще текста, то он очень характерный, на мой взгляд, для психотерапии. В чем и для взаимодействия. В чем он характерен? Это я подумал о том, что психотерапия в какой-то степени представлена на рынке. Вот так я немножко издалека начну. То есть это тоже такая работа, где люди что-то предлагают. Ну, свои услуги. Хотя мне не нравится это слово. Помощь. Большинство профессий может продемонстрировать, большинство профессионалов, чего они достигли. Ну, например, кухня на заказ. Вот, пожалуйста, фотографии наших кухонь. Выбирайте. Мы даже можем вас подвезти. Вот наши машины, вот наши подделки, вот наши интеллектуальные какие-то разработки. Мне кажется, стрижка, маникюр, да, действительно много сравнений. Я даже попутно вспомнил, как, по-моему, это вот давняя история, как хороших художников определяли, ну, по-моему, в период возрождения. Да. Был даже такой вопрос, по-моему, в КВН. Там была очень интересная история. Хороший художник мог нарисовать идеальный круг без циркуля. То есть вот к нему приходят и говорят, например, а вот чем ты докажешь, что ты художник? Он берет вот здесь прямо карандашом в течение, там, 30 секунд рисует. Я думаю, что ни вы, ни я, Елена не нарисуем ровный круг без циркуля, да. А вот человек, который этим занимается, он, чувствуя и зная гармонию и умея работать, да, это его работа. Я возвращаюсь. Что можно спросить у психотерапевта? Ну, кроме отзывов клиентов, которые по-разному могут появиться, кроме сертификатов, которые висят. В общем, в этом смысле вопрос Ирины Николаевны очень хороший. Покажите что-то, да, дайте что-то такое. Дайте технологию, да, такой запрос был. Я думаю, что вопрос не столько про технологию, сколько про проверку самого психотерапевта. То есть вы вообще настоящий, вы владеете чем-то, что вы можете дать. Мне вообще стоит к вам обращаться? Я думаю, что ее вопрос во многом можно таким образом интерпретировать. И если специалист, ну, по каким-то причинам достает из кармана технологию, говорит, а вот нате вам. И человек приходит на следующий раз и говорит, вы знаете, мне стало там полегче, например, с тревогой, да. И, конечно, это увеличивает доверие к специалисту, конечно, это работающий. Причем, может быть, не так важно, что он предлагает. Главное, чтобы это сработало, да. Сработать это может по-разному, мы тоже об этом говорим. Вот. Но, и, в общем, тогда вот в определенных ситуациях, в определенных случаях доверие к этому специалисту повышается, потому что он дал хороший совет, да. Вот, а вы сделайте, допустим, если у вас бессонница, то-то, то-то, то-то. Или если у вас тревога, вот сделайте так-то. В этом смысле, может быть, даже мои коллеги-психиатры, может быть, говорю, да, в такой хорошей ситуации, дайте мне что-то, вот вам таблетка, да. Я прихожу вечером и сразу, или сразу ее после приема пью, и, возможно, мне сразу становится, ну, лучше, может быть, даже не от самой таблетки, мне что-то дали. То есть я что-то получил. И тем не менее, Алексей, вот вы в своей практике, если возвращаться к разговору о психосоматике, какую-то связь, тенденцию, там, или, может быть, стереотипы какие-то, видите в людях, например, одни переживания, они вот вызывают боли в животе, там, другие переживания вызывают боли в спине. Можете какой-то пример привести? Я такой пример не приведу, хотя таких примеров масса, и если открыть, опять же, наши замечательные интернеты, то можно увидеть, что гнев, допустим, селится там в грудной клетке, да, там, сексуальная неудовлетворенность в животе и так далее. То есть людям свойственно привязывать аффекты или привязывать чувства, привязывать какие-то переживания к каким-то местам. И иногда бывает так, у тебя болит живот, значит, у тебя негармонично что-то там вот в этой сфере, вот обрати на это внимание. И это, конечно, подкупает схематизмом, подкупает ответом готовым. Но при этом, если бы готовые ответы были, вот, бери действительно интернет, открытое пространство, бери, себе применяй, ну, условно, применяй эту таблетку, и все, живи дальше счастливо. Но почему-то же это не работает. То есть вот Ирина Николаевна запросила у нас технологию. И, как я слышу в ваших словах, достаточно сложно дать вот этот инструментарий, один, два, три, четыре, пять, сделай, и будет тебе хорошо, твоим близким, твоему животу, спине и прочее. Ну, я уже в прошлый, да, я уже в прошлый раз об этом сказал, возвращаться не буду, по крайней мере, сегодня. Технология без технолога не работает, если мы таким языком говорим, да, нельзя изъять что-то. Ну, так вот уж мы устроены. Вот. А что касается боли и психосоматики, я тоже в прошлый раз сказал, что это большая тема. Психосоматика — это сейчас вот такое название своим переживанием, которое, в общем, людям очень, ну, легло на язык, скажем так, очень подходит, да. Здесь какое-то указание на телесность и психологичность, да. Вот у меня психосоматика, говорит человек, в общем, и вроде диагноз не страшный, непонятно вообще какой диагноз, и диагноз ли это, да. С медицинской профессиональной точки зрения что попадает вот под область психосоматики? То есть мы все-таки переходим. Пока мы ждем звонков от наших зрителей, вот мы протянули ниточку с прошлой передачи, предлагаю поговорить о психосоматике. Напоминаю, телефон в студии 202-11-22, звоните, мы открыты для разговора. Ну, я попробую вот так ответить. В узком смысле, в рабочем, функциональном смысле, так как мы этим пользуемся, врачи-психотерапевты, да, психиатры, речь идет о заболеваниях, в которых вместе с соматическим компонентом, телесным компонентом, в развитии заболеваний достаточно серьезное значение имеет психологический, психический компонент. Какой пример, да? Ну, есть такая пятерка, большая пятерка психосоматических заболеваний, ну, в частности, бронхиальная астма, да, неспецифический язвенный колит, ишемическая болезнь сердца. Вот на примере, да, там еще может быть нейродермит, к примеру. То есть речь идет о том, что в лечении, то есть что нам дает... Ремотоидный артрит, по-моему. Да, что нам дает гипотеза о том, предположение или утверждение о том, что в этом заболевании очень тесно связаны душевное и телесное. Отдает то, что эти пациенты очень хорошо идут, лечатся, да, выздоравливают, когда в их терапии, в их лечении сочетаются как медикаментозные, то есть направленные на тело, на способы воздействия, да, так и психотерапевтические, словесные. В этом смысле, конечно, пациентам с... после инфаркта миокарда, да, или с ишемической болезнью сердца, с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, в общем, показано лечение у психотерапевта. Другой вопрос, что не всегда это организовывается, не всегда людям понятно, зачем это, да, зачем мне, если у меня там язва или сердце, или еще что-то, зачем мне нужен психотерапевт? Я что, сумасшедший, что ли, да, я здоровый? Ну, я, кстати, неоднократно слышала от людей, перенесших инфаркт, когда они проходят реабилитацию в санаториях и там собирают их в терапевтические группы. Ну, довольно-таки пренебрежительно они относятся к этой помощи. Им понятно там лечебная физкультура, для чего это, им понятно какие-то другие там физпроцедуры, а вот зачем мне эта группа, зачем мне разбирать свои семейные какие-то отношения, проблемы или отношения к себе после инфаркта? Елена, то, о чем вы говорите, это достаточно глубокая проблема. Я сейчас прям поверхностно скажу. Дело в том, что есть такое предположение и собраны определенные доказательства, что те заболевания, о которых мы говорим, они сопровождают людей определенной личностной конструкцией, назовем это так. Они определенным образом организованы. И у большой части людей, которые страдают теми расстройствами, о которых мы говорили, в структуре личности, ну, если хотите, есть такое своеобразное отрицание или занижение важности психического, психологического компонента. То есть они такие телесные, да? То есть и в плане эмоций им не очень понятно, может быть, зачем они, вообще какое значение они имеют в жизни, да? Они не всегда могут своим эмоциям дать какой-то отчет. То есть вообще, в принципе, да, в ответ на вопрос, а что вы чувствуете, ну, как-то более-менее развернуто ответить. Вот. И в этом смысле отрицание или вопроса, зачем нам нужна психотерапия, он, конечно, организационный, да, то есть, может быть, этим людям не донесли, зачем это нужно, просто поставили, сказали, а вы пойдете к психотерапевту, зачем, непонятно, это же не мой запрос, да? Вот. Садится человек после инфаркта, его спрашивают, ну, расскажите, как вы относитесь к собственной агрессии, да, или как вы выражаете, он скажет, а при чем тут моя агрессия? Ну, да, совсем такие, да, лобовые вещи. Вот. Поэтому определенные отношения есть. Но еще, если возвращаться к психосоматике и к вопросу Ирины Николаевны, в общем, сейчас вот эта интуиция людей подтверждается в этом диагнозе или в этом слове в том, что они телесно, то есть на уровне тела, а боль — это все-таки телесный феномен, физическая боль. Я так понимаю, что речь шла о физической боли. Ну, например, боль в кишечнике, да, что люди телесно реагируют на какие-то, ну, назовем так, психические процессы, на трудности, на стрессовые какие-то ситуации. Психические события, может быть, да, как-то? Да. И подтверждением тому, что психический компонент важен в лечении таких пациентов, является еще одна история. Например, было показано, что у пациентов с хронической болью в животе, у тех, которые длительно лечатся, хорошие результаты, хороший прогресс возникает тогда, когда они начинают принимать антидепрессанты. Хотя, казалось бы, ну, где боль в кишечнике, где антидепрессанты. Речь идет о том, что очень часто у этих пациентов либо попутно возникают депрессивные расстройства, которые сопровождаются вот таким соматическим откликом, да, то есть формально на уровне разговора они могут эту депрессию не ощущать, тем более, ну, они не знают, может быть, как она проявляется, да. Вот. Поэтому, говоря, о психосоматических расстройствах, вот люди говорят, у меня там боль, у меня жжение, у меня зуд, у меня, или у кого-то, да, вот что-то такое происходящее с телом, насморк, да, со зрением что-то. Вот сейчас... Нехватка дыхания, да, сдавленность в горле, часто и жжение. Да, вот сейчас время, как раз, когда эти идеи очень активно прорастают, что вот у меня это не потому, что что-то там в организме расстроилось и заболело, а потому что вот я переживаю, потому что у меня стресс, потому что что-то произошло в моем значимом окружении. И вот это указание на психосоматический, да, то есть я телесно страдаю из-за душевных переживаний. Хочу обратиться к нашим телезрителям. Если у вас есть какая-то своя история, вы готовы поделиться с ней или хотите выслушать рекомендации, какие-то, да, советы, может быть, от врача-психотерапевта Алексея Изотова, звоните, рассказывайте. Может быть, вы готовы поделиться своими наблюдениями, когда ваши переживания связаны с вашими какими-то телесными недомоганиями. Телефон студии 202-11-22. У нас прямой эфир. Спасибо за это добавление. Я бы еще вот что сказал, Елен, когда вы обращались к телезрителям, добавил бы еще вот. У меня ощущение, что вот процесс собирания информации людьми, которые страдают или которые что-то ощущают, он не разбит на какие-то участки. То есть не вот они пришли к доктору и там получили всю информацию. Я к тому, что вы сказали, звоните и может быть ответить. Может быть, это будет частью поискового такого формата для кого-то. Позвонить нам, может быть, не обязательно рассказывать историю, может быть, какой-то отдельный вопрос задать, потелиться комментарием. То есть, ну, включить нас и себя в этот процесс исследования. У меня ощущение, что мы все на одной большой лодке. Надеюсь, что не на Титанике. Вот. И, да, движемся за какими-то, в том числе, информацией, за какими-то ответами. У нас звонок, Алексей. Здравствуйте. Да. Представьтесь, пожалуйста. сейчас наступил карантин от коронавируса. Я возраст 73 года, мне, да? Да. Здравствуйте. Вот. И вот после этого, вот как начался коронавирус, да, я почувствовала, что у меня наступила настоящая депрессия. Депрессия. И вот мне кажется, вот время проходит, а у меня какой-то осадок внутри. И выйти из этого осадка внутреннего я не могу. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Как нам обращаться? Ну, таблетки я употребляю, которые мне врач выписал. Как вас зовут? Как зовут вас? Нина Федоровна. Ага, Нина Федоровна. Нина Федоровна. Нина Федоровна, а в чем депрессия? Как вы ее определили? Настроение ваше изменилось? Что случилось? Определение такое, что нежелание ничего делать. Ничего. Понимаете, без действия выступило какое-то бездействие во мне. Нина Федоровна? Я раньше занималась в обмин творчеству. Все. А сейчас все вадится из рук. Скажите, пожалуйста, а вы с кем-то делитесь своими переживаниями? Есть ли у вас подруги, родственники, близкие? С кем вы? конечно, есть. Они говорят, у вас точно такое же состояние неопределенности. Нина Федоровна, а неопределенность она в чем для вас? То есть в чем вы неопределены? Ну, в чем? Раньше как-то нужно было выйти, куда-то сходить, пообщаться, в театр, на выставки какие-то. А сейчас ведь оно прошло ограничение действия. и в основном только дом. Если за хлебом до продуктов, и дом. Потому что говорят, вы в группе риска. А как вы, Нина Федоровна, как вы к этому риску... рискаю. Присажу руки мою, чтобы не заболеть. А перед этой депрессией, Нина Федоровна, вы отмечали в себе какие-то чувства? Чувства страха, может быть, бессилия какого-то, вот что-то еще? Вот страха нет, а такого какого-то настроения нет, понимаете? Настроения какого-то нет. Упаническое какое-то настроение. Я даже не могу выразить, какое это настроение. Пактически нет настроения. Потому что было 4 ноября, как-то мероприятие, 7 ноября, все какое-то было в жизни разнообразие. А сейчас кружки там не работают, там не работают и не знаешь, чем заниматься в себе. Нина Федоровна, какой вопрос... Уплечения какое-то в душе. Да, какой вопрос вы хотели бы задать Алексею Михайловичу? Вы описали свою ситуацию, у вас есть какой-то конкретный запрос, вопрос какой-то? Ну что, мне таблетки какие-нибудь успокаивающие пить? Нина Федоровна, а семья у вас есть? Есть, но дочь живет отдельно, я живу отдельно. Вы одинокий человек? Ну, в каком смысле одинокий? Ну, как вы себя ощущаете, как человек одинокий? Однажды... Да. Ну, я не ощущаю себя одинокий. У меня много очень знакомых, которые ежедневно мне звонят. и общаюсь по телефону. Ну, спасибо вам за звонок, мы сейчас попробуем на ваш вопрос ответить. Спасибо большое. Спасибо. Я, Елен, с задумчивостью услышал то, о чем Нина Федоровна говорила, я думаю, что она озвучивала сейчас вопросы большого количества людей, на которые частично есть ответ, частично нет ответа, и, конечно, ответ, там, пить таблетки или еще что-то сюда не годится абсолютно. Я бы вот что хотел сказать. То есть у того, о чем говорит Нина Федоровна, есть, очевидно, ну, такой социальный аспект изоляции. И не зря, я думаю, не случайно, точнее, Нина Федоровна говорит о том, что привычный способ жизни, привычные какие-то передвижения по магазинам, по событиям, да, по праздникам, они прекратились. Еще Нина Федоровна употребила слово неопределенность. То есть что-то там с неопределенностью. Я думаю, что вообще когда мы говорим о депрессии, мы тоже с вами уже об этом говорили, депрессия это такая очень часто с одной стороны крышка для чувств других, да, мощных очень чувств. И иногда вот вспоминают о том, что люди, испытывающие депрессию, это люди, как будто выглядящие или существующие, как люди, как будто что-то, кого-то потерявшие, что-то важное, лишившиеся чего-то, да. и я думаю, что то, что описала Нина Федоровна, и то, и то подходит, да, и она лишилась привычного вот такого способа окружения. Как я слышу, она лишилась возможности по собственному желанию насыщать свою жизнь событиями. Вот вы сказали, да, дом, поход в магазин. Ну, раньше это все между делом было, пойти в магазин за хлебом. Событием было в театр сходить, на выставку, а теперь событием становится поход в магазин за хлебом. И то нужно во всеоружии в этот поход отправиться, маску одеть, перчатки, может быть, близко не подходить, никому быстро все дела сделать и быстрее прийти домой. Я вот о чем подумал. Может ли быть вот утрата контроля, как кажется, на собственной жизнью стать причиной депрессии? Безусловно, да. Безусловно, да. Вопрос о том, что может эту депрессию затягивать, что может делать ее длительной. Я думаю, что мы все так или иначе, попадая в событие, теряем контроль. Или, точнее, жизнь показывает нам, что наше представление о контроле над жизнью не более чем миф. Иллюзия, да? Иллюзия, да. Мне кажется, что я контролирую одно и другое, третье, потом бам, происходит событие, которое показывает мне, что я ни черта не контролирую. Вот. И я думаю, вот на такие еще у меня размышления, я не знаю, что Нина Федоровна возьмет из, надеюсь, что-то, если это не про медикаменты. Я думаю, что речь еще идет о том, что человек, когда вот такие массовые изменения происходят, он начинает искать какой-то более глубокий или более серьезный смысл, искать или обращаться к своему собственному смыслу, да. Этот смысл позволяет ему, ну, вот Франкл об этом говорил, да, этот смысл позволяет ему, даже если вокруг происходят вот такие вещи, сохранять силы, сохранять понимание, сохранять свою активность, зная зачем, потому что вот из разговора Нины Федоровны у меня, почему-то мне повеяло, что непонятно зачем, ну, когда вот это все исчезло, контакты с другими людьми, да, праздники, непонятно зачем братья вязать, непонятно зачем шить, непонятно зачем заниматься рукоделием, а с потерей смысла, Елена, с потерей смысла, даже если это неосознаваемо происходит, потеря неосознаваемо происходит, появляется вот та утрата, о которой я говорю, да, появляются депрессивные переживания, я не знаю зачем, я не знаю зачем я остаюсь дома, я не знаю зачем мне каждое утро вставать, если я не могу пообщаться с дочерью, или если я не могу, да, куда-то пойти, я не знаю зачем мне что-то вязать, если я это не могу показать своим подругам, и мы не можем это обсудить, вот, и тогда, наверное, может быть, Нину Федоровну настигла такая штука, ведь вот в этой суете жизненной иногда происходит так, что люди вот про эти большие смыслы свои собственные не обращают внимания, ну, потому что есть куда отвлечься, есть чем заняться, да, а потом, когда вот это все ломается в силу разных причин, вот вопрос этих смыслов каких-то встает. что-то. Ну и возможно, многие пожилые люди вот оказались один на один со своими переживаниями, закрытые в доме, переживания, на которые действительно они на протяжении нескольких лет возможно, ну, не знаю, или не обращали внимания, или не считали их важными, а они сейчас до сих пор остаются неузнанными, но проявляют себя в виде уже вот этих, не знаю, депрессивных каких-то, да, симптомов, снежное настроение, нежелание что-то делать. Ну, наверное, да. Наверное, и то, что вы, по-моему, да, спросили про общение, вот, это такое попадание, минус общения и масса, то есть исчезает общение, появляется масса таких переживаний депрессивного толка. Я хотела спросить у Нины Федоровны, но мне этот вопрос сейчас только в голову пришел, имеет ли она доступ к интернету, и я знаю, что многие пожилые люди осваивают сейчас интернет и смотрят выставки интерактивные, которые проводят онлайн, да, сотрудники музеев, которые уже полгода находятся закрытыми, также и театральные постановки многие театры делали бесплатно, с бесплатным доступом. Вот, использует ли она современные технологии, может быть, ей дети помогли наладить, а может быть, нет, может быть, это станет какой-то идеей, что это можно сделать. Я с вами согласен, а я вот сейчас о чем подумал, но почему, если вдруг Нине Федоровне совсем станет тяжко, то она может сходить и обратиться к доктору, и тот ей скажет, необходима помощь или нет. То есть, ну, это всегда такой хороший момент, к которому можно прибегать, а можно не прибегать, но знать о том, что он существует. Ну, и сейчас много достаточно горячих линий, колл-центров, где психологи оказывают бесплатную помощь. Не так, как здесь, мы не можем, конечно, за пять минут решить проблемы, мы можем только обозначить вектор, куда человек может двинуться, да, со своими проблемами, если нет возможности прийти ногами к специалисту, очная встреча, то сейчас и для онлайн-встречи есть возможности. Время нашей передачи заканчивается, какой-то итог подведем? Ну, я хочу сказать спасибо Нине Федоровне за звонок, как-то он меня погрузил немножко в другой регистр, я задумался, да, я, наверное, в свою депрессию какую-то погрузился, которая тоже пытаюсь отрефлексировать, ну, и пожелать всем сил для движения сквозь эти смутные времена. Если смыслы утрачены, да, ищите новый. Также хочу напомнить нашим телезрителям о группе ВКонтакте, которая называется «Разговор по душам на Самаре ГИС». В обсуждениях вы можете задавать свои вопросы, мы их озвучим. Спасибо большое, до свидания. Да, до свидания. Угу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова